Я благодарю Богу за каждого человека, который пришел на это место, кто смотрит нас в прямом эфире. Спасибо вам большое, что вы остаетесь верными людьми, верны, в первую очередь, Богу общине, верны своему обещанию служить перед Богом своей чистой совестью. Знаете, в канун или уже постразвеченские дни хочу сказать вам счастья вам, благословения от Господа. Пускай вот эти праздники, которые у нас есть, они будут вам счастьем, как хасамея, празднования рождественские. Пускай Господь благословит вас во всем и в том, что в прошедшем году и в будущем. Поэтому мое послание сегодня будет звучать очень странным, очень страшным таким, потому что я назвал его «Страшная еврейская история Рождества Христова». Страшная еврейская история Рождества Христова. Для чего я это делаю? Первое, конечно же, хотелось бы привлечь внимание к тому, о чем буду говорить. И это только первая часть, потому что я хочу разделить ее на две стороны. На эти последние дни декабря, начало января всегда насыщены событиями, в которых люди очень заняты. Самое большое занятие, которое у них есть, это поздравления, пожелания, наставления и обещания. Мы обещаем, что в Новом году будет все по-новому. Мы поздравляем тем, что все старое уже ушло, с Новым годом и так далее и тому подобное. Но в канун именно вот таких праздников, как Ханука, Рождество, Новый год, Рождество и опять еще раз там что-то такое, такой момент, всегда мы хотим сделать какое-то особенное время, время, которое я не являюсь исключением. В это время, в эти дни, знаете, приходят мысли, что сказать, что в этом году сказать позитивно, потому что как служитель, как пастырь в эти праздничные дни, как Ханука, Рождество, Новый год и так далее, именно Новый год не является таким как календарным, я буду говорить, но думаешь, как поздравить людей, что сказать, какое наставление, чтобы не повториться о том, что ты говорил в прошлом году. Вот такая вот задача, потому что праздники они всегда одинаковые, они как-то не меняются. Ханука как было, 9 свечей, светильник, так и остается. А вот, знаете, послание должно всегда быть каким-то интересным. И я верю, что сегодня, непосредственно, когда мир празднует Рождество иудейского царя, при всем том, что в Одессе мы можем отметить это дважды, конечно же, хочу об этом говорить. Еще, знаете, вот, прочитывая еще раз историю, рождественскую историю, я начал понимать и замечать, что не все так просто было в те времена. Не все так просто, вы скажете, конечно же, Ребе, это же было 2000 лет назад. Там ни автобусов, ни троллейбусов, ни такси, ни света, ничего не было. Там точно было все по-другому. И вы знаете, хотя и все по-другому, но история Рождества, она, это история, которая связана с еврейскими людьми, с евреями, которые переживали не только радостную весть, о которой было сказано всему миру, да то, что происходило на иудейских полях, интересно и удивительно. Оно все-таки связано с тем, что мы переживаем с вами сейчас. Хотя были возмещены миру мир, знаете, вот, я думаю, это первый лозунг был, всему миру мир. Хотя потом его взяли в обиход с другими пропорами, да, флагами, но все-таки они переживали то, что переживаем мы. У многих из нас чувство страха преодолевает рациональное мышление. Вы скажете, Ребе, что вы говорите? Послушайте меня как бы внимательно, хочу говорить это к вам, потому что мы прошли очень много. За этот прошедший календарный год мы с вами, как страна, как люди, как граждане страны, в которой мы живем, непосредственно связаны с ее экономикой, воспитанием детей, нравственности, всего того, что происходит здесь. Мы с вами за этот год пережили очень много. И вот наше мышление рациональное, оно мешает иногда нам почувствовать, что Бог делает. Но при всем этом страхи, которые нас мучают, они становятся реальными. Вы спросите, каким образом страх, который у нас есть, связан с Рождеством? Каждый из нас имеет внутренние страхи, и мы с этими всегда боремся. И знаете, эти страхи, они реальны. Они реальны, потому что мы живем в этом мире. Мы с вами, даже будучи верующими людьми, не являемся исключением из правил. Мы живем в этом мире, потому что Бог захотел, чтобы мы родились в это время, непосредственно в этом городе, непосредственно в этой стране, и были часть того, что Он сотворит во всем мире. Все же Рождество – это история, оставившая для нас надежду. И вот в Евангелиях Бог четыре раза говорит к народу послание. И послание очень простое – не бойся, не бойся, не бойся. И еще раз Бог говорит – не бойся. При всех обстоятельствах, которые нас окружают, как и окружали тех еврейских персонажей Рождества, мы готовы говорить Богу – хочу следовать за тобой. Бог сегодня хочет обратиться ко всем нам и сказать – не бойся в своих обстоятельствах. Когда мы смотрим на Рождество, мы с вами восторженно говорим – слава Богу! Слава Богу, что родился Мессия! Если бы вы были на Западной Украине, вы бы сказали – с резвом Христовым, и вам нужно было ответить что? Слава Богу! То есть благословляю, славим Его, благодарение. Такое состояние, что «Вау! Классно! Он родился!» Ну, знаете, не все этому были рады. На самом деле история Рождества – это не только послание мира, которое мы читаем, такого восторженного чувства, которое «Вау! Мессия родился!» Для некоторых этих людей, о ком мы будем говорить, фактически это была страшная новость. Очень страшная новость. Вы скажете – ой-ой-ой, о чем мы? Я не говорю о ужастиках, я говорю о новости, которые вроде бы с одной стороны обещание Бога для нас, для всего мира, что Он пошлет Мессию в это время. Мы сегодня пользуемся вот этим бенефит, такой вот то, что Мессия родился, и мы рады тому, что Он пришел в этот мир. Но новость, которая объявлена была 2000 лет назад, она не была такой радостной. Я буду говорить, она шокировала людей. Она производила в них страх и переживания. Рождество. Я хочу сегодня говорить о тех вещах, которые нас касаются. Мы с вами в течение этих двух рождественских дней, которые отмечались вот сейчас в конце декабря и будет в начале января, я как раз разделю свое послание, чтобы не сильно, знаете, вот мучиться, что еще сказать нам примерно в то время. Я разделю это на две части, и мы рассмотрим пять страхов человека, которые переживает вот человек по жизни, и как с ними бороться. Предоставлю вам антидот против страхов, которым мы встречаемся каждый день. Мы люди, и каждая наша борьба, она связана с нашими мыслями. Мы сотканы из одной и той же материи, она называется плоть. Этот уходящий 2015 год был очень и очень сложным, как для нас в Украине, так и за рубежом. От конфликтов на Востоке экономики и беженцев до землетрясения, торнадо и наводнений. Весь мир за последний год пережил шоковое состояние. Вы скажете, вот уже прошло, о чем мы будем говорить? На самом деле многие люди сегодня переживают то, что никогда не переживали. Страх, он неопределенность о тех вещах, которые их ожидают. И чаще всего сегодня, вместо того, чтобы слышать, типа, счастливого тебе Рождества, да, люди говорят, ой, каково оно будет еще. Страх обладает людьми. Как никогда мы живем во время миграции, во время беженцев, которые бегут со сторон Ближнего Востока, от террористов, от людей с безумными мыслями, которые преследуют людей. Более миллиона людей сегодня не смогут отпраздновать ни Новый год у себя дома, ни Рождество, потому что их загнал страх в определенные места, далеки от дома. Поэтому для многих из нас в этом мире, также в этом году, который мы проводим, есть определенное состояние, когда мы хотим получить полный мир, шалом. Бог не желает для своего народа ни страха, ни боязни. По этой причине история Рождества Мессии – это история надежды и мира. И еще раз Бог говорит нам сегодня, как говорил людям там, в то время, когда родился Мессия, которые непосредственно были связаны с Его рождением, которые непосредственно переживали страхи, о которых я буду с вами говорить. Бог сегодня для нас говорит, не бойся, я с тобой. Не бойся, я с тобой. Не бойся, я с тобой. Я с тобой, когда ты выходишь из дому. Не бойся, я с тобой, когда ты идешь на работу. Не бойся, я с тобой, когда ты воспитываешь своих детей. Не бойся, я с тобой, когда проходят экономические трудности, переживания. Не бойся, я с тобой. Пускай это Рождество напомнит нам, что есть надежда в Боге. Как победить страх? Как преодолеть то, что переживают верующие? Давайте рассмотрим несколько персонажей рождественской истории. То, что мы непосредственно знаем. Первая личность, несомненно, это та виновница торжества, той беременности, которая впоследствии дала миру надежду. Мы говорим Мирием, Мария, Мирием. Личность Мирием очень-очень важна для людей, потому что для восточной и западной церкви это некий прообраз молитвы, надежды какой-то. Но у этой девочки, или девочки, можно сказать, были те же самые страхи, которые многие из нас переживают. Каждый знает историю о Мирием. Ей точно не было 20 лет. Она не была совершеннолетней. Многие ученые говорят, что ей было примерно 14-15 лет. Некоторые говорят, что даже 13 лет. Это подросток, который жил в эроте Израиля, в земле Израиля. И знаете, как многие из подростков, может быть, они слышали историю о том, что Бог посетит свой народ. Он даст Мессию. Каждый ожидал, может быть, того, что Бог изберет человека для того, чтобы родился Мессия. Но представьте себе этот день, прекрасный день, который навстречу ей приходит ангел Господень и говорит, радость благодатная. Радуйся! Знаете, я почитаю это местописание, но вдруг говорит, знаешь, так долго Израиль ждал своего Мессии, что Бог решил привести в этот мир Мессию, и через тебя это произойдет. Ты родишь сына, который спасет Израиль. Вот только поставьте себя на это место. Поставьте себя на это место. Подросток, который не знает, что такое секс, который не знает, может быть, невинность, которая у нее есть, вдруг слышит слово от персонажа свыше, то есть ангела Господня, что ты будешь беременна. Мало того, этот мальчик, он будет спасителем всего мира, а папой будет Бог. Что это такое? С чем боролась мирьем? Мирьем боролась со страхом неадекватных событий. Неадекватного события, которое происходит в ее жизни. Знаете, вот я прочитаю это, то, что происходило. Это написано в Евангелии от Луки, первая глава, с 27 по 34 стих. Она же, увидев его, смутилась. Это не означает, что покраснела от стыда. Ой, извините, вы такой красивый, божественный. Я не думаю, что мы были с крыльями, потому что крылья, это все-таки мифическое состояние греческой культуры. Я думаю, что был сияющий, понимая, что это ангел. И она не застеснялась. Она вот, слово смутилась, означает, что она испугалась. То есть она пережила некий дискомфорт, который ее посетил. От слов его и размышляла, что бы это приветствие означало. Что это такое? И сказал ей ангел, не бойся, Мария. И вот когда момент идет, вот первое послание, не бойся. Когда говорит, не бойся, означает, что человек на другой стороне, который, кому говорится, не бойся, значит, что? У него коленки трясутся и не знает, что происходит. Но в самом деле, если бы вы встретили ангела Господня, может быть, приходил бы такой страх, божественный страх. Но я думаю, что первая часть, которую она переживает, и страшно того, что это за приветствие такое? К чему это? Что этот незнакомец пытается мне сказать? Я же обрученная девушка. Я же еще как бы веду себя нормально, в еврейской семье воспитывалась. Что это за приветствие? И вот он говорит ей, ибо ты обрела благодать от Господа, то есть у Бога. И вот знаешь, зачнешь в очреве и родишь сына, наречешь имя ему Ишуа. Он будет великим, наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь, Бог престол Давида, отца его и будет царствовать над домом из Якова вовеки. Царству его не будет конца. Мирием же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Вы знаете, вы говорите о том, что будет интересное Рождество. Вот хорошее послание мира, да, идет. А здесь, здесь, вот в этом послании, которое здесь идет, здесь идет страх. Страх, который многие из нас переживают. Во-первых, этой прекрасной новости, которая предшествует у Мирием, стал определенный вопрос, скептицизм, такого рода, как, что я скажу родителям, что я скажу соседям, что я скажу Иосе, которому я обручена. Само мышление, я хочу, чтобы вы понимали, мы радуемся тому, что история Рождества, она реальна, что Мессия пришел в этот мир и все, но что переживали они, люди, которые были там в это время? Для вас, мама, мамочки, у вас есть мамочка? У вас дочери есть? У кого дочери есть? Окей. Говорю сегодня к вам, обращаюсь сегодня к вам. Вы себе на кухне моете посуду, к вам приходит ваш подросток, которому еще не исполнилось 15 лет. Он говорит, мама, ты не волнуйся, у меня секса не было, но я беременна. Мало того, что мальчик, который у меня родится, спасет весь мир, и его папа Бог. Что вы подумали? Вы бы я поверили? Скажите, вы бы я поверили, нет? Услышьте меня, пожалуйста, те страхи, с которыми мы боремся, боролись миром. Мы понимаем, что сверхъестественное происходит в это время. Если Бог своим словом сотворил весь мир из ничего, то ничего сложного нет, чтобы от девственницы произошел спаситель мира. Нету сложности. Одно слово меняет все, всю структуру. Но в данный момент этого не знает Мирием. Она не понимает, что происходит. Некий страх, дискомфорт, непонятная ситуация, неадекватная ситуация, пугает ее с тем, что ей придется дальше переживать. Страх, с которым Мирием борется, был, может быть, простым, но очень сложным. А правильно ли Бог выбрал? Может быть, выбрал бы другую? Зачем мне маму стыдить? Может быть, я недостойна? Смогу ли я вырастить этого Мессию для Израиля и всего мира? Поэтому вопрос у нее очень простой. Как это будет? Как это будет, если я не знаю мужа? То есть, как это будет, если у меня секса не было? Я это не понимаю. Этот страх. Вопросы такие, как у нас. У меня с вами такие же самые вопросы. А могу ли я быть достойным, чтобы Бог избрал бы меня быть отцом моих детей? Достойно ли я носить фамилию моего отца? Достойно ли я исправлюсь с теми трудностями, которые предоставляет мне моя жизнь? Смогу ли я? Правильно ли Бог выбрал, что вот я женился на этой девушке, что у меня есть дети? Смогу ли я обеспечить своих детей? Достойно ли я? А если я уже попал, как бывает, да? Потому что Мириам у нее не было выбора. Она себе спокойно жила, и вдруг ангел явился, и она говорит, попала. Один из миллионов девушек, которые Бог выбрал, вот Бог выбрал ее, вот попала. И дальше вопрос. У нас тоже так бывает, что мы попали. Бог выбирает для какого-то действия, для какой-то определенной работы, бизнеса, сотрудничества или чего-то другого. Бог спрашивает нас о том, что мы хотим делать, да? Но чаще всего Он говорит, все, я тебя выбрал, я тебя избрал. Какой ответ? Как мне объяснить все то, что называется избранием? Как мне объяснить и достойно я того, чтобы быть избран для той работы, которая у меня есть? Как сделать так, чтобы в моей жизни был какой-то прок? Чтобы это была достойная жизнь? Ведь вокруг так много хороших людей. Есть умнее, чем я, красивее, чем я, спрытнее, чем я. Есть люди, которые намного знающие более, чем я, умные, больше, чем я. Почему же я все-таки? Вы знаете, и Рождество это такая штука, надо рассмышлять над этим. Это не просто радостная весть, а тот страх, с которым мы встречаемся. Мирьям переживал этот страх, который был, который был обручен Иосифу. А у Иосифа был свой страх. У Иосифа был настоящий такой мужской страх. и он назывался недоверие. Страх, недоверие. Очень интересная штука. Кто из вас переживает такие вещи, недоверие, или же можно сказать осуждение? На самом деле он втайне хотел отпустить Мирьям. Кто-нибудь задумывался о том, почему Иосиф захотел отпустить Мирьям втайне? Написано, да, он был праведником, поэтому у них не желая поношения и так далее. Знаете, вот как бы для девочки он пытался ну слушай, иди. А на самом деле? На самом деле? Представьте себе мужчины, те, кто может быть зарученный, кто-то уже может быть подал кольцо обручальное своей невесте, которую вы любите и так далее и тому подобное. Приходит тебе она и говорит, любимый, планы меняются, и надо очень быстро это менять, потому что я беременная, и ты думаешь, подожди секунду, у меня секса не было с ней. Каким образом? Что случилось? Между прочим, это самое, папой будет Бог. И ты понимаешь, попал. Откуда? Что такое? Что случилось? Иосиф на самом деле не просто из-за праведности своей вот хотел отпустить, может, не хотел, чтобы ее побили камнями, а, наверное, больше всего и состояние недоверия, осуждения, что другие люди, которые живут в этом маленьком городке еврейском, а друг друге все знают, а друг друге все знают, как мне смотреть ребятам в глаза. Что мне сказать? Что мне сказать родной маме? Что моя невеста, которой у нас ничего не было, а она еще говорит, что папой будет Бог. Я понимаю, я знаю, что это случится так вот иронично, но все-таки мы переживаем. Вы поверили бы такой невесте, братья, мужчине? Вы поверили бы? Что бы вас мотивировало бы отпустить ее? под давлением стыда, под давлением, наверное, осуждения. Иосиф сразу же попытался разбить обряд обручания. Как только он об этом помыслил, чтобы состояние страха от этого всего, как все объяснить это все людям, ну, не сумасшедший же я же, правильно? Бог является, ему говорит такие слова. Это написано в Матфея 1, 18-21. Рождество Ишуа Мессии было так. По обручении матери его Мирием с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в отчреве Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведным, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он только помыслил это, все ангел Господь явился ему во сне и сказал ему, Иосиф Син Давидов, что не бойся, не бойся, не бойся, взять Мирием, принять Мирием жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, родит же сына и наречешь ему имя Ишуа, ибо он спасет людей своих от грехов их. Как и в ситуации с Мирием, так и с Иосифом, Бог пытается утешить и сказать, стой, не бойся, не бойся осуждения людей, не бойся недоверия людского, не бойся ответственность перед людьми за то, к чему я тебя призываю, не бойся, нести ту ответственность, которую возродил, дал тебе Господь. У меня к вам личный вопрос, вопрос, который касается каждого из вас, касается меня. Чье осуждение вы остерегаетесь? Осуждение кого вы остерегаетесь? Неодобрение никакого человека вы боитесь? Если вам Бог сказал делать то, что вы делаете, если вы знаете, что исполнение, исполняете его волю, зачем бояться осуждения в выборе служения, работы или места жительства? Если вас Бог призвал быть евангелистом, какого осуждения вы боитесь? Человеческого? Если Он призвал вас быть лидером домашних групп, служения к детям и ходить в тюрьмы или же в больницы, какого осуждения вы переживаете? если вы живете под давлением одобрения ваших родителей, которые давно уже умерли, десятки лет прошли, и вы думаете, я попытаюсь к этому стандарту моей мамы добраться, люди, нужно двигаться вперед. Если это еврейская мама, которая хочет, чтобы вы женили той Саре, с которой выходили в хедер вместе, я думаю, что нужно же проснуться. Сара вышла замуж. Стандарты. Кому вы хотите угодить? Чего осуждения вы боитесь? Нам не нужно одобрение людей для того, чтобы жить по-библейски. Нам не нужно иметь одобрение людей, чтобы жить по-библии. к тому призванию, которое призывает наш Господь. Я верю, что когда мы живем по библейским стандартам, Богу, который дает нам эти стандарты, мы не останемся в долгах, мы не останемся в посрамлении, мы будем радоваться той жизни, которую дает нам Бог. Мы двум господам не можем служить, мы не можем угождать Богу и угождать людям. У нас есть один Бог, одно призвание. У Бога есть план для твоей жизни и для моей, хотя люди всегда будут пытаться одобрить либо осудить тот план, который Бог определил для тебя. И вам, и мне нужно решать, следовать этим Божьим стандартам или нет, этим одобрением, или следовать человеческим одобрением, так как это определяет, кому мы рабы. Почему я так говорю? Потому что когда мы ищем одобрение от Бога, мы послушны Его повелением, мы послушны Его жизнью, мы послушны того призвания, которое мы имеем. Как только мы начинаем смотреть на те одобрения, которые делают люди, одобряют они нашу жизнь или нет, то, что предоставляет нам как некий стандарт одобрения выйти замуж, машины, бизнес и что такое, тогда мы всегда будем бороться внутри себя, кому угодить, людям или Богу. У Иосифа был этот страх. Мы должны жить по Божьим стандартам, а не по мирским. Иосиф мог бы упустить возможность быть рядом возле Мессии. Вы слышите, нет? Иосиф мог утерять эту возможность воспитывать Сына Божьего, воспитывать Мессии, дать ему навыки того же столярства, или же, можно сказать, плотника, но он сделал выбор и Бог говорит, не бойся Иосиф. Иосиф, не бойся брать ответственность, не бойся, даже если люди тебя осуждать будут, не бойся, потому что ты исполняешь великое поручение, о котором ждали сотни лет. У вас тоже есть призвание, у вас тоже есть выбор, который вы можете следовать за Богом. Последние люди, о которых я сегодня буду говорить, это люди простые, простые люди, группа людей, которые тоже были виновниками Рождества, еврейские люди, пастухи. Это всего лишь три категории страхов, которые я вам сегодня буду говорить. Последствия, остальные, как выйти из этого, буду говорить следующее Рождество, поэтому надеюсь, что вы все придете. Группа людей, которые стерегли Атару, какой их был страх, в чем их страх был? Знаете, непредвиденность и мгновенные перемены. Никто из нас не любит перемен, вот так вот, раз и резко все поменялось. Кто из вас вообще так любит, сюрпризы жизненные такие? Никто. Мы прагматичные люди, мы хотим, чтобы наша жизнь была прагматично предусмотрена. Вот мы рожаем детей, мы находим коляску, пеленки, тому подобное, тому подобное, тому подобное. Мы хотим просчитать наши все планы, мы запланировать хотим, но знаете, кто из нас не любит спокойной жизни, я не знаю. Разве что сюрпризы, которые называются денежные вознаграждения, вот это да, вот это сюрприз, вот это неожиданно, так, чтобы свалилось и много сразу, либо какое-то финансовое, либо такое материальное благоустройство такое внезапно. Кто-то где-то умер, вам квартира трехкомнатная, прямо на дерево бассейнской, вот это классно. Никто этого еще и фарк не получал, иначе бы не было бы это самое интересно жить. Но все же, если бы вы вместо пастухов были бы, что бы происходило тогда? Что бы вы делали на месте пастухов в Эрец Израиль? Наступает вечер, вы собираете атару вместе, правда? Вы спокойно все предусмотрели, тихонько разожгли огонь, овцы уже может быть вместе, там ваши пастухи собаки бегают так аккуратно, чтобы тихо было, тихо, спокойно, как вчера. Мы вчера тоже засыпали, так же сам, либо не спали, но тихо все было, все нормально, и вдруг, внезапно, фейерверк, иллюминация, вы понимаете, тогда этого не было. Сегодня мы можем как-то так разукрасить небо в иллюминации, сделать фейерверки на три часа, там, миллионы потратить, да, это бам-бам, все так, все, аж интересно, да, а в то время, вдруг, внезапно, все меняется, и тут при всем том еще хор, аллилуйя, аллилуйя, я думаю, что у вас сердце, наверное, в пятки упадает, и все, потому что вы вчера третьего дня, вы жили нормально, и вдруг все меняется, внезапно, мы никто не хотим этого, и знаете, что, я вам почитаю, что дальше происходит, в той стране были на поле пастухи, это Евангелие от Луки, 2 глава, 8, 10 стих, которые содержали ночную стражу у стада своего, вдруг, неожиданно, пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убояли страх им великим, конечно, знаете, это равносильно когда я первый раз попал за границу бывшего Советского Союза, у нас же все было нормально, все нужно было ремонтировать кувалдой, нужно было зубилой, кувалдой, два хороших инструмента в доме должно быть всегда, знаете, вот так, если дверь не открывается, нужно ее поджать, ее вытащить, и вот мы попадаем в Австрию первый раз, я иду в Универмаг, торговый центр, и я захожу, и передо мной двери открылись, такой, они опять закрылись, я боюсь туда зайти, думаю, а что там будет, у нас же как, двери, замки были, да, помните, и сразу такой, что пришел, знаете, как у нас, стояли же в очередях раньше, что пришел, мы так стоим, они открываются перед нами, закрываются, открываются, и полицейские, знаете, мы думаем, если мы зайдем, нас просят, деньги есть, и боимся, вот знаете, вот такой страх от нового, чего-то непонятного, здесь происходит то же самое, у них страх от перемен, которые происходят, Мириам и Иосиф теперь, и пастухи, все сильно перепуганные, и они имеют один и тот же ответ с небес, не бойся, не бойся, знаете, когда только что говорил об этом, вспомнил глупую историю, которая случилась со мной, во время нашей эмиграции, когда мы собирались, Татьяна была беременна на третьем месяце, и я не знаю, это какой-то мальчишеский, какой-то такой идиотизм, я буду говорить так прямо, мы же собрали все в автобус, и нас вывозили на границу, и все остальное, и тут вижу, Татьяна переходит перед автобусом в дом, и даже не хватало в голове чего-то, наверное, женщина беременна, в третьем месяце и так далее, я так думаю, по сигналю немножко, я привык, что на мопеде, на мотоцикле было, знаете, а наш Татьяна, с сестрой муж, он на автобусе был, он поставил туда такие, а я ж не знаю, я как нажимаю, то я до сих пор думаю, как у нее волосы не попадали, там какой звук был, она перепуганная, стоит такая, все ее трясет, я думаю, ох, что я наделал, вот, наверное, вот эти внезапные, внезапные перемены, которые происходят на жизни, они выбрасывают такой адреналин вовнутрь, что ты не знаешь, ты в прострации какой-то находишься, и вот, я хочу вам сказать, почему я говорю об этом, иногда в жизни нашей приходит Бог внезапно, внезапно Он приходит в нашу жизнь, почему, потому что Он хочет, чтобы мы на 100% изменили свою жизнь и следовали за Ним, Бог приходит таким образом, чтобы мы не забыли этой встречи с Ним, и вот эта встреча меняет наше мышление, наше желание, нашу жизнь на все 100%, как поменялась жизнь пастухов на поле, я думаю, что после той прекрасной встречи и того хора, и тех песен, которые там были, они страшно напугались, и Бог говорит, не бойся, я после тебя говорю, что возвещаю тебе, что хорошая новость, он говорит, спасибо, спасибо, хорошая новость, нужно было до смерти допугать меня, чтобы сказать мне хорошую новость, но нужно было тихо, написать, как вот было с царем, на стене было написать, на звездах написать, в мир пришел Господь, напуган, Бог пришел, чтобы нас изменить, чтобы мы не оставались теми же людьми, которые были до этого времени, мне приходится, знаете, вот часто разговаривать с Богом, я думаю, что здесь, я больше всех из вас верующий, ну, не всех взятых, наверное, я уже как бы старый верующий, но, может быть, не всех переплюну, но все-таки, каким-то образом, я научился понимать, когда Бог приходит, когда Бог действует, когда Бог изменяет мою жизнь, но иногда ему хочется сделать мне сюрпризы, я думаю, о, вот это я не прочитал, вот, попал, поймал меня врасплох, знаете, и в молитве приходится разговаривать с ним, говорить так, Господи, ну, этого же я не ожидал, ну, как это так, вот, какие ситуации, что теперь делать, и я понимаю, что в сердце моем всегда происходит одно и то же, когда Бог говорит, не бойся, я с тобой, не бойся, я проведу тебя через это, не бойся, даже если эти внезапные перемены, которые сильно приходят в твоей жизни, которые поворачивают твою жизнь, и сердце обрывается, чего-то ты не ожидал, Бог говорит сегодня к нам, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь того, что происходит в этом мире, не бойтесь того, что нас может посетить, не бойтесь, возложите всю надежду на Бога, потому что в мир пришел Спаситель, Он родился, для того Он и родился, чтобы нам иметь полное спокойствие, для нас, кстати, говорю, в день, когда весь мир празднует Рождество, как и тогда, так и сегодня, звучит одно и то же, не бойся. Сегодня у нас особенный день, по случаю того, что у нас последний шаббат в этом году, я бы хотел бы, чтобы мы сегодня сделали совместное причастие, прилепились к тому, где есть обещание вечной жизни, понадеялись на того, кто в ваших трудах, в ваших проблемах, в ваших ситуациях, может и хочет сказать, не бойся. Он хочет вам сегодня сказать, возложите все ваши проблемы, ситуации на меня, ибо я пекусь о вас. Тот, который не пощадил своего сына, не даст ли нам с ними торжествовать? Сегодня у нас хлебопреломление. Я хотел бы, чтобы мы, находясь в полном мире, и безопасности смогли поладеяться на Него. Мы сейчас встанем наши ноги. Я приглашу всех вас сегодня к последнему в этом году, календарному году причастию. Все те, кто прошли водное погружение, те, кто обещали Богу служить чистостью, совестью, те, кто не находится на порицании для того, чтобы не быть соблазном для других, имея мир с Богом, прикоснуться к самому важному, к тому, что Ишуа говорит. если вы не будете это делать, не будете иметь части со мной. Поэтому из самых последних рядов, друзья, я приглашаю вас. я приглашаю вас участвовать вместе с нами. Следующее Рождество я по Восточному календарю Восточной Церкви. Я хочу закончить этот цикл проповеди страшной еврейской истории Рождества Христова. Два. Как уйти из этого страха? Какой выход Бог нам дал из тех страхов, которые нас переживают, мы переживаем? Не забудьте, что я не сказал о страхе Захарии и страхе Иродовой. Я думаю, будет интересно. оставляю вас в таком неведении с интригой. Надеюсь, что вы обязательно придете. Обязательно. Господь, я благодарен тебе за это Рождество. Рождество Иудейского Царя. Когда он рождается в наших сердцах, об этом радуются небеса. Самое важное событие наверное человечества и всей вселенной. Когда Бог по своему благоволению ввел в этот мир своего Сына, и Слово стало плотью. И я приглашаю вас взять чашу, взять хлеб, встать на свои места. И мы вместе как одно целое поблагодарим Бога за прошедший календарный год. Доручим в Его руки все то, что нас ожидает в будущем. И скажем мы любим Тебя Господь. Потому что Ты есть, кто Ты есть. Ты вчера, сегодня, во веки тот же. На Тебя надеется душа наша. И все мои страхи неопределенности, все мои страхи осуждения, все мои страхи внезапности, которые посещают мою жизнь. Я отдаю это Тебе. Тебе.